Телеканал КРТ представляет Сталин через себя пропустил Ему сказали Лучший специалист, лучшая шахта Лучшее угольное объединение Донбасс возглавлял человек На угольную промышленность союза Он же не взял Извините, Сталин Там того, с кем он сидел в камере Когда Его преследовали При царском режиме Или не взял того, с кем ходил в духовную семинарию Понимаете? А у нас тут с кем ходил в духовную семинарию Тех записывают в список Слуги народа Пришел Нефедов Он не был во главе коррупционной вертикали Но коррупция при Нефедове В таможне Была самая большая За все время существования таможни Потому что его бесконтрольность Отсутствие вертикали Отсутствие руководителей на местах Непонимание, как сформулировать задачу Как ее контролировать Привела к тому, что таможня не собирала 30% поступлений Куда-то же они девались Мы же понимаем, куда они девались Он не то, что не до конца Он не понял ни до конца Он не понял сначала То есть этот человек, у него нету Менеджерских способностей Он не способен Управлять коллективом из 10 человек Вот это продемонстрировало И его назначили, и его оставили И 8 месяцев его пребывания На должности Стоило стране по 15 миллиардов Каждый месяц И поэтому, когда вот через такой признак Назначаются кадры А кого эти кадры подбирают? Они подбирают таких же Таких же, кого они знают Более того, когда человек слабый Когда он понимает, что он не дотягивает экономические вопросы Не дотягивает административные вопросы Вот слабые объединяются Как в программе «Сильное звено» Слабое звено Слабое звено Была известная программа Английская Потом была на российском телевидении Вообще, это англичане придумали эту передачу Франшиза Когда по франшизе Когда слабые объединяются И задача убрать сильного Это было с нашей премьерядой Когда появился вначале Хорошковский По-разному можно о нем говорить Кто-то говорит рейтинг, антирейтинг Но никто не сказал, что он слабый менеджер И что он не может навести порядок на том участке Или потом Тегибко Хороший, плохой, это за скобки Но профессиональных вопросов нет Нет Подходит кто? Подходит Шмыгаль А кто такой Шмыгаль? Мы знаем, что это премьер-министр А до этого никто бы из украинцев не нашел бы Вот кто такой Шмыгаль Потому что он даже не самостоятельным руководителем в жизни не был никогда Потому что вот это ТЭЦ, которую он возглавлял, последняя должность Это цех То есть это не самостоятельное юридическое лицо Он не продает электроэнергию Он не организовывает закупки Он начальник цеха, который ведет производственный процесс Все решения ведутся в центральном офисе Все, и вот начальника цеха Его министром нельзя ставить Его губернатором нельзя ставить Он максимальная должность Начальник управления экономики области И тут такой вот лифт Премьер-министр страны И президент говорит У меня, Шмыгалю, вопросов нету Но нету ни вопросов, ни ответов Опять-таки Человек хороший Отзываются о нем хорошо Ну извините меня Но вы готовы Вот вам сказать Надо делать, допустим, не дай бог Операцию какую-то родственнику Я говорю У меня есть хороший друг Так вы скажете Подождите, ну друг понятно А как он как специалист А какие у него заслуги Какие у него Ну свинью за кого ты можешь Да, ну вот понимаете Вот человек хороший Да, хороший человек А за штурвал самолета давайте его А это ж, ну Так они же превращают Наш прекрасный корабль Превращают в Титаник Ну а как вы вважаете Может, ну один раз поменяли уряд Может и другой раз поменяют Уже больше досвиду Как находить людей И в третий раз В третий уряд То это будет уряд технократов Яких как возьму Нельзя бояться сильных людей Потому что принцип кадровой работы Когда меня должны окружать свои То вот свои тебя и подставят В силу своей тупости и ограниченности В силу того, что они неправильные Сделают шаги Экономический блок не соберет доходы Обвалит валовый внутренний продукт Не создаст поле для инвестиций Силовики не будут видеть Какие-то процессы Которые, где будут проявляться Какие-то радикалы Какой-то терроризм Какой-то сепаратизм внутри страны Какие-то деструктивные Политические движения Которые будут подрывать власть И подталкивать хаосу Потому что каждые силы политические Которые мечтают о власти Многие из них мечтают любой ценой В том числе преступной И на это должны силовики реагировать И видеть, и владеть информацией А не тогда, когда 10 тысяч радикалов выйдет на Майдан И начнет шантажировать власть И начнет закручивать какую-то ситуацию И провоцировать какие-то жертвы И все остальное Играя на нищете людей Играя на нищете Играя на нищете